Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я. У нас начинается новое видео. Это видео начинается у нас с аэропорта, потому что мы отправляемся в новое путешествие. Со мной, как всегда, мои верные попутчики. Давайте я вам их представлю. Это Диана, это Даша и это Аня. Не хочет она махать ручкой. Вот, поэтому мы отправляемся в наше небольшое путешествие. Находимся мы в аэропорту Аликанте. Ну, чисто такая информация, кто здесь будет, мало ли. Парковка здесь бесплатная, 10 минут. Можно приехать, высадить пассажиров, либо кого-то забрать. Забыла воду. Забыли воду, ну, придется купить. А там, кстати, по-моему, есть еще фонтанчики здесь в аэропортах. Так, я бутылку не взяла. Я приготовила воду, тут я не положила. А, ладно. То есть, хотя бы, даже если бы ее пришлось вылить, а так как у нас ребенок, мы можем ее и не выливать, то была бы бутылка, туда можно набрать. Будем заходить в аэропорт. Мы уже онлайн зарегистрированы. Я так сказал, не нужно нам проходить никаких проверок. Нужно просто уже идти на посадку. Сейчас здесь такой, знаете, пик туристического сезона, поэтому людей должно быть очень много. Посмотрим, загружен аэропорт, не загружен. Ну, в начале, в принципе, так себе людей. Не так уж как бы есть, но не так уж и много. Мы как зашли в аэропорт, сразу детей заинтересовали чемоданами на колесиках. У нас всего лишь 4 рюкзака с собой. Все, ставим сюда, поехали. А ты знаешь, сумочка это тоже считается. Ее надо будет в рюкзак положить. У нас прям супер такие, скажем так, дешевые. Ну, они не дешевые, но дешевые. У нас чисто ручная класть с собой, без багажа. Поехали. Поехали. Мы в очередь к стойке регистрации, хотя мы уже зарегистрированы. Честно, кстати, я не понял эту систему. Ну, типа, у меня уже посадочный есть в телефоне, но все равно нужно стоять в очереди за чем-то. Я спросил, говорю, надо к вам стоять? Она говорит, да. В общем, мы опять стояли на стойке регистрации и здесь регистрировались. Но я просто не понимаю вот этого прикола. Вроде сказали, надо самостоятельно регистрироваться, потому что регистрация платная. Я зарегистрировался, но нужно опять стоять в очереди на этой стойке. Опять же, там сидит человек и выдает вот эти бумажные билетики. Ну что, мы прошли все проверочки. Сейчас купим водичку. Водичка здесь стоит один маленький бутылка, один евро. Вот. Кока-кола 05, 3.20 стоит. Давай. Не-не-не-не-не. Смотрите, какая система тут. Все, засовывайте руку туда и забирайте воду. Тут у нас борьба за бутылку. Мы заходим в зону дьюти-фри. А мы сейчас еще водичку купим. Мы уже одну выпили. Если что, сейчас еще куплю в автомате. У нас просто происходит, знаете, борьба. Кто первый бы выпьет бутылку, но Даша молодец. Она сказала, что попейте все, а я выпью самое последнее. Сувенирная чашечка аликанте. 11 евро. А веер стоит 21 евро. Брелочек 6 евро. Ну, и я брелки не пью. А здесь водичка, но в другой бутылке уже полторы евро стоит. На 50 копеек уже цена повысилась. Все, переходим в самый сложный отдел, который нам стоит пройти. Это не алкогольный, это с конфетами. Туроны. 11,95. Это национальная испанская сладость. 10,95. Ну, короче, 10-15 евро. Я не знаю, если мы возьмем такой тюк-тюкс, нас, наверное, на борт не пустят. Потому что у нас на человека по рюкзаку. Это вообще считается как отдельная ручная кладь, наверное, или нет? Да, пакет с бюти-фри может не считаться. А, хотя да, пакет с бюти-фри может не считаться. Зашли мы в зону ожидания. Здесь очень много людей. Прям, знаете, негде даже присесть, наверное. Все кафешки переполнены. Давайте мы вот, есть такая вот зона небольшая, игровая, поставим здесь наши рюкзаки. Так, сторожи. Я посмотрю. И посмотришь, где выход наш. Сейчас Диана посмотрит на табло, где наш выход. Что мы еще не купили в Испании? Это вот, куда ни приди, везде продаются такие платья для танца фламенко. Здесь, знаете, это не просто в сувенирных магазинах они есть, а вот заходишь даже на местный базар и там есть точки, заваленные вот этими вот платьями. Продаются вот такие вот красные платья. Вот такие вот, я не знаю, как это правильно называется, чечетки. Стучалки такие вот. Кто знает, как это правильно называется? У меня игрушка-базарка. Ну, посмотри быстренько. Ты мне только что сказала, что ей меня жаль. Почему тебе меня жаль? Мы заходили в магазин с игрушками. Почему? Потому что у папы не были такие игрушки классные. И он сейчас их ходит, но не может купить. Она говорит, тебе не повезло, говорит, ты взрослый. Тебе уже не нужны эти игрушки. Потому что мы у него... Да и слушай, у меня в детстве были очень классные игрушки. Но у нас же крутится. У каждого дня у тебя будут плохие игрушки. Почему? Нет, у меня были классные игрушки. То есть у меня были палки, камни, лужи. Ну, потом уже начали игрушки появляться. Давайте быстро посмотрим, почему же здесь бутербродики. Бутербродики в аэропорту 12,80 с хамончиком. И 13,30 цен в евро. Я вот иду и боюсь, чтобы я детей не потерял. Иногда просто заходим в такие зоны, где очень много людей. Сейчас вроде как трюки поменьше стало. Прям аэропорт заполнен очень сильно. Что самое удивительное, вот вода здесь по евро 50. А вот при входе была по евро. Короче, вот при входе самая низкая цена была. Но фишка аэропорта, что здесь стоит казино. Можно зайти, выпить пивка, либо какой-то коктейльчик и порубаться в игровые автоматы. Видно, там очередь из мужиков стоит. Мест нет в аэропорту. Сели вот возле казино на полу. В принципе, сейчас тепло. На полу даже прикольнее. Можно и поиграться заодно. Что это у тебя такое? Покажи. Что это за что? Нельзя? Извини. Можно посмотреть, пожалуйста. А покажешь? Покажи, что это такое? Да нельзя. Понюхай. Понюхай меня. Дай ему понюхать. Дай понюхать. Чем пахнет? Нет, на ней не пахнет. Ммм. Ммм, как вкусно пахнет. Конфетками, да? Да, красиво. У нас, короче, сложный перелет будет. Я сегодня, знаете, вообще думал, надо нормально выспаться. Но я себе завел будильник на 6 утра и думаю, так, я сейчас на секундочку встану, сделаю одно дело. Буквально на минуту мне надо было в 6 утра встать. И получается, я встал, быстренько все сделал и думаю, так, надо дальше спать. И все. И дальше я не спал, пошел, сделал себе кофеек спокойно, там вещи свои проскладывал. Ну, иногда, знаете, там порядки какие-то надо понаводить. Вот так вот. Поэтому подумал, днем посплю. Но в итоге днем не поспал. Все, давай мне сумки, давай мне две штучки. Мы уже отправляемся на погрузку в самолет. В аэропорту смотрят футбол. Тут сейчас чемпионат Европы, наверное, идет. Я даже не в курсе был. Представляешь, что вообще сейчас происходит в мире футбола. И когда забивают гол, весь аэропорт начинает кричать. Нам повезло, короче, места нам достались и вместе. И никто не проверял размер нашего багажа, нашей ручной клади. Войлинг, да? Войлинг? Да. Тут просто многие с багажом, потом у них все. Я думаю, что это же коляску. Я здесь все равно. Я что-то был настроен, чтобы прям строго-строго все проверять. А тут как-то вообще... Аня, что? Нет. Мужа на местах. Я сижу не возле окна, поэтому не смогу снять, как взлетает красивый самолет. Возможно, это сделает Диану, если мы ее попросим. Дина, снимешь красивый взлет самолета? Я могу. Мужа на местах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы прилетели, знаете, я уже начал немножко разбираться в стиле вождения разных пилотов У нас был пилот, а, или как правильно, водитель итальянец У нас шофер самолета был итальянец, они очень резкие, сейчас расскажу подробнее Так, угадайте, куда мы прилетели Сейчас мы разберемся, что делать дальше Присели в зале ожидания, но это зал на выходе Рассказываю, как мы летели Что меня удивило, знаете, когда самолет Он обычно как, едет по вот этому, по взлетной полосе, или как это правильно называется И он вот так вот, обычно взлетная полоса, она длинная И чтобы на нее выехать, обычно самолет проезжает такой полукруг Так, у девочек тут разборки, не будем лазить И он получается... Сейчас скажет И когда он поворачивал только на вот эту взлетную полосу Он уже на повороте начал разгоняться Я вообще офигел, я никогда такого раньше не видел Обычно самолет выезжает на взлетную полосу Останавливается, ну это как я заметил И потом начинает набирать разгон Этот прямо на повороте, как начал разгоняться И выехал напрямую, и взлетел Прям такой, знаете, темпераментный Вот видно этот Он просто очень хорошо говорил на итальянском И мы поняли, что он итальянец Потому что он там на других языках говорил не очень Вот так вот Поэтому итальянцы говорят, они очень темпераментные И вот мы взлетели, прям вот так резко взлетел Потом летели, потом начало резко снижаться Вот прям такое он Чувствовалось, что итальянец сидит за рулем самолета Поскольку был пилот итальянец Он привез нас в Италию, город Рим Что удивительно, здесь даже в туалете Есть питьевая вода Вот взял пустую бутылочку Сейчас наберу Мы когда жили в Риме, здесь сказали Везде можно пить воду С любого крана Потому что вода здесь считается очень хорошая И это прям вот В туалете аэропорта Написано прям Пейте на здоровье Кстати, очень классный туалет здесь Так, видите? Дринкинг Ватер Давайте наберем водичку В аэропорту есть workstation Здесь у нас розетки USB-выходы И, наверное, есть еще Wi-Fi бесплатный Возьмите римская, итальянская Чистейшая Только что набранная в туалете В Римах Что-что? Романтично Мы когда были в Риме Очень давно Потом говорили, что здесь везде чистая вода И даже в фонтанах воду можно пить Ну, конечно, никогда там уже кто-то купал Дети играются А я пойду, пройдусь по аэропорту Хочу, знаете, найти итальянский кофе Тебе взять кофеек? Я не знаю Может, там в туалете и кофе наливали еще Италия, по-моему, славится своим кофе Короче, кофе в аэропорту Евро 70 Итальянский эспрессо Он тут особенный Я не знаю Вот будете в Италии, попробуйте Я, наверное, сейчас возьму И выпью вот этот эспрессо Даже стоит вот кофейный аппарат какой-то старый Очень красивый аэропорт здесь И что удивляет, это цены в аэропорту Смотрите Кофе стоит евро 10 Евро 20 По-моему, для аэропорта это просто суперские цены Вот стоит еще кофейный аппарат И делается натуральный кофе Сеньора Диана, я нашел место, где готовят Изысканный итальянский кофе Хотите? Не, не будешь пить? Я пойду себе кофейка У Дианы только что случился еще шок от цен Она говорит, а сколько здесь кофе стоит? Ну, думала 5 баксов, как для такого места Там 7 баксов А здесь евро, евро 20 Здесь цены не поменялись Знаете, мы были здесь в 2016 году И тоже стояли такие же автоматы И кофе там был по евро Вот, короче, здесь прям, знаете, стабильность Но при этом, я так плавал, за новый аэропорт Вот, а цены не меняются Здесь и тогда был Новый был, да? Нет Кофе самый дешевый Из всех аэропортов Вот я думаю, как же им поспать? Вы спать не будете в аэропорту? Аня, спать будешь? Нет Ну что, сделаю себе итальянский эспрессо Бросаю 1 евро Так, сюда вроде бы Нажимаем 11 Так, и что? И все? Ничего Все Приехал мой эспрессо Ну что? Приятной ночи Кофе просто офигеешь Иногда пьешь кофе, он, знаете, как вода А это прям такой насыщенный Ну это понятно, такой эспрессо Как будто бы немножко Но то, что я люблю, очень Сейчас посмотрим, какой эффект будет Все, мы идем в сторону детской комнаты Интересно, проверим проверочную рамку О, этот идеально заходит И выходит И выходит Замечательно выходит А вот этот А ну, давайте снимем эту подушку О, а этот уже Да? Так и сама Главное Впихивается А, впихивается Все хорошо, да И твой, да? Вот этот тоже нормально Валентина, я думаю Ну по идее, да Вот по-моему Валентина А мой? А мой Твой не знаю Только там ноут Осторожно Да Я не хочу его впихивать Главный экран не распить На, в принципе, влазит Все нормально Влазит Влазит Утрамбовывается Все хорошо А зачем вы это сюда? Пришли мы в такую маленькую детскую комнату У Ани привычка В Испании надо разбываться В детских комнатах И вот Несмотря на то, что чистые Грязные Всегда разбываются все Мы Ане говорим Здесь разбываться не надо Ну потому что Она, видно, такая прям Не особо чистая Ань Тут разбываться не нужно В этой комнате Наоборот Обутыми надо бегать Ты спряталась? Ну здесь удобно Есть такие лавочки Все, разбулась Ладно Короче, здесь можно даже поспать Детям Даша нашла здесь Секретное место Где можно спрятаться Аня, найдешь Дашу? Да А, все Аня тебя нашла Я вам кровать делаю Смотрите Это все передвигается А так Надо наоборот поставить Все, супер Муж добытчик Нашел кровать Двухспальню Двухспальню В Риме В аэропорту Смотрите, как круто Аня, пойдешь Аня, авиа 05 стоит 2,30 Вот так Ну как? Бодрящий Бодрящий, да? Тебе даже такое нельзя Ну что, дорогие друзья На этой приказной Будем заканчивать видео Смотрите Мы сейчас Находимся в аэропорту Почему мы тут Решили прилечь Отдохнуть Потому что Мы ждем Еще наших друзей Которые должны Прилететь У нас Сбор В аэропорту Рима Это Аэропорт Как называется? Фьюми Фьюми Вот так У нас сбор Я сбор А Алексей Как группа поддержки А я Получается Мы, короче На какое-то время Разделимся А потом У меня сейчас Друзьями Будет Своя Женско-детская Программа Да А у Алексея Будет Своя Программа Да Я решил В эту программу Не влезать Женско-детскую Вот А провести Время Немножко По-другому Поэтому Мы в Италии Всем пока Всем огромного Счастья Спасибо за просмотр Подписывайтесь На канал Если не подписаны Пока